добрый день друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о моральном авторитете прошлой капли мы говорили о том что наш авторитет растет когда мы говорим нет всему аморальному сегодня я хотел бы говорить о противоположности прошлого утверждения хороший отец никогда не отвергнет то что является хорошим и добрым по своей природе если вы хотите чтобы ваш авторитет рос то вы должны прежде всего четко понимать что есть добро что и зло а во-вторых говорить нет негативному и говорить да позитивному на мой взгляд равнозначно плохо сказать да греху или сказать нет праведность говоря другими словами я могу сказать примерно так если вы принимаете аморальность если вы не противостоите аморальности это плохо но если вы противостоите доброму если вы не принимаете что-то по-настоящему хорошее вы делаете абсолютно равнозначное зло приведу простой пример я знаю двух служителей которые делают как бы разные вещи но для меня они в равной степени согрешают первый это человек который очень либерально относится гомосексуалистам он считает что гомосексуалисты это такие же люди как и мы имеют право заниматься своими сексуальными делами при этом быть в его церкви его церкви есть курительная комната в его церкви есть бар со спиртным легким или очень дорогим чтобы не все там пили и он таким образом привлёк много людей в церковь я считаю что он поступил не совсем правильно другой это очень консервативный верующий который считает что музыка является греховной который считает что любые отношения между людьми должны быть строго регламентированы который считает что смотреть фильмы получать высшее образование и так далее так далее плохо не недопустимо и он всеми своими силами препятствует молодым людям я уже не говорю о том чтобы заниматься современной музыкой а просто слушать современную музыку он препятствует людям смотреть фильмы получать какое-то образование особенно когда речь идет о гуманитарном образовании где идет борьба идей и мне кажется по моему мнению один и другой в равной степени неправы перед богом только один говорит да аморальности а другой говорит нет доброму приземляя это во взаимоотношения отцов и детей очень важно чтобы мы всякий раз когда мы видим что наши дети подвигаются в сторону чего-то аморально мы говорили нет но когда мы видим что они заняты чем-то добрым пусть даже мы этого не понимаем или не воспринимаем должным образом мы должны дать этому шанс мы должны поддерживать наших детей в тех начинаниях которые добрые которые будут развивать их творчество которые будут помогать им принимать правильные решения которые разовьют их лидерские качества и так далее итак друзья если вы хотите обладать хорошим высоким авторитетом перед своими детьми вам необходимо всегда говорить до доброго